Всем тихой ночи! Наконец в нашем традиционном голосовании победила сложная и довольно интересная тема, которая объясняет некоторые аномалии, встречаемые фондом. Тауматургия. Тема, связанная с мифологией, теориями заговора и кучей других вымышленных вселенных. Короче, настоящий трушный SCP контент. Само слово Тауматургия можно перевести примерно как ремесло чудотворения. И в фандоме реальной жизни этим словом в разных культурах в разное время называли людей, которых считали магами, святыми или просветленными. Вообще у этого слова никогда не было конкретного значения. Так называли и театральных фокусников, и различных религиозных деятелей, и тех, кого подозревали в колдовстве. Последователи самых разных религий и мистических учений тоже любили себя так называть. Короче, публика была это достаточно разношерстная. А что же в SCP? В базе данных фонда первый объект, связанный с Тауматургией, это SCP-392. Объект этот был обнаружен агентами фонда в Японии, когда они в 45-м году осматривали императорский дворец. И там, в одной из комнат, они увидели дерево. Оно заинтересовал работников фонда тем, что на нем растут человеческие головы. И мало того, что это было дерево с головами, так еще и оказалось, что его создали мрачные колдуны из цивилизации девитов. Оно известно тем, что в древности мира SCP наводило ужас на всех людей. Создали они это дерево, исполняя некие Тауматургические ритуалы. Не так много информации. Впрочем, среди ранних объектов обсуждаемое в видео явление практически не встречается. Зато его очень много в 6-й тысяче. Еще один объект, связанный с Тауматургией, это SCP-5601. Однажды где-то в штате Вирджинии местный шериф решил проверить заброшенную постройку, и в ней он встретил скелет человека. В самом здании было множество следов проведения недоброго ритуала, а в темном углу сидел серый попугай. Поначалу птица не привлекала особого внимания, но затем оказалось, что попугай говорящий. Разговаривает он стихами и представляется как демон. Конечно же, вскоре из полицейского участка попугай переехал в камеру содержания. И изучив находку, фонд SCP определил, что имеет дело также с порождением Тауматургических ритуалов. Но древние кусты с головами и демонические попугаи – это одно, от них многого не узнаешь. А живые Тауматурги – это совсем другое. Их фонд нашел, когда решил проверить, чем занимается общество, называющее себя Вторая тактильная ассамблея. Поначалу казалось, что это очередная ньюэйджевая секта, но разобравшись в их учении, фонд понял, что перед ними люди, практикующие ту самую Тауматургию. В то же время за этой группой следили агенты из отдела необычных происшествий ФБР. Их агент пришел на одно из собраний. Он видел, что представители ассамблеи вызвали там монстра, состоящего из огромных щупалец тентаклей, на конце каждого из которых торчали человеческие руки. Этой твари обезумевшие люди поклонялись как божеству, потому что по их представлениям именно она создала мир, буквально слепив его из окружающих энергий. Фонд SCP, получив об этом информацию, конечно же поставил все это дело на содержание, а все находки, связанные с этой сектой, были собраны под единым номером SCP-5512. Изъятые у сектантов книги помогли фонду понять, с чем он в данный момент имеет дело, ну или еще больше запутаться, потому что стало понятно, что за многими аномальными явлениями стоит некая незримая сила, к которой обращаются тауматурги во время ритуалов. Для ее изучения внутри фонда был создан департамент тауматургии, который начал искать ее следы в самых разных вещах. И надо сказать, нашел ее много где. Сейчас во многих объектах есть замечания о том, что аномалия имеет тауматургическую природу. Вот SCP-5069, это видеокассеты с порнографическими материалами, которые, как оказалось, являются особыми тауматургическими ритуалами, исполняемыми снимавшимися там актерами. SCP-5326, это самодвижущийся металлический гусь, приводимый в движение тауматургическими энергиями. SCP-5440, это самовзгорающийся куст, воспламенение которого происходит не из-за какого-то топлива, а потому что горят те самые тауматургические энергии. Вообще, среди пятитысячных объектов таких на удивление много, так что новый департамент фонда SCP, похоже, работает достаточно активно, свой бюджет, так сказать, отрабатывает. Впрочем, тауматургия внутри фонда SCP особой популярности не получила, потому что фонд в основном объясняет все теорией Юмов, ну или на крайний случай патофизикой. Зато изучением тауматургии занимаются другие организации мира SCP, например, лаборатория Прометея. Это скромная организация, создающая аномальные устройства. Изучив такое явление, решила разработать компьютер, способный на тауматургические операции. И основной целью экспериментальной разработки стало создание такой машины, которая была бы способна изгонять демонические сущности. В общем, компьютер-экзорцист. Вот только что-то у последователей Прометея не получилось. Оказалось, что проводить манипуляции с тауматургией может только живое существо. Хотя обойти это ограничение получилось у других ребят. Связанная организация Аркадия, про которую уже было видео, ссылка есть в описании, разработала язык программирования, основанный на тауматургических манипуляциях. И даже создала несколько проклятых игр, по сути содержащих в себе демонические сущности. Потому что зачем воевать с нарисованными демонами, когда можно с настоящими в самом-то деле. Полное, так сказать, погружение в жанр хоррора. Но, конечно же, дальше всего в исследовании древнего мистического искусства продвинулась организация под названием ГОК. На сайте SCP есть целая лекция, прочитанная сотрудником этой организации, в которой и описывается, как это всё работает. По сути, тауматургия – это та самая классическая магия, обращающаяся к средневековым мистическим принципам. Типа, часть влияет на целое. На чём и основаны идеи кукол Вуду. При изготовлении кукол Вуду по классике добавляют волосы, или даже какую-то часть тела жертвы. Ещё есть принцип «подобное рождает подобное». В это, например, верят те, кто лечится гомеопатией. Ну, в смысле, да, забавный факт. Так называемые гомеопатические лекарства, по мысли их создателей, должны работать, потому что магия. Но SCP по жанру это всё-таки не магическое фэнтези. И гомеопатии тут нет. Зато есть некоторое научно-фантастическое переосмысление всего этого. В мире SCP физик Гейзен который в реальности, кстати, был одним из основателей квантовой физики, открыл, что магия работает не потому, что средневековые её принципы верны, а потому что наблюдатель влияет на мир. Это нехитрое открытие смогло перевернуть мир аномального, и начало появляться множество людей, способных влиять на реальность. Что, кстати, послужило одной из причин создания такой организации, как ГОК. Агенты которой нередко охотятся за теми, кто понял, что их присутствие как наблюдателя может менять мир вокруг. ГОК активно изучает и использует технику, основанную на этой магии. У них есть оружие, разные средства защиты и целый телепортатор, способный перемещать людей и боевые машины в самом прямом смысле волшебным образом. Учёные ГОК пошли дальше и открыли, что суть туматургии в том, что некоторые люди способны своим наблюдением менять поведение особой субстанции, которую они назвали энергией витальной активности. Этот вид энергии исходит от всех живых существ и наполняет мир вокруг. Также такая энергия исходит от паранормальных объектов. В результате открытия последнего свойства ГОК смогли создать детекторы Калликулус, выполненные в виде устройства, похожего на прибор ночного видения, и способные обнаруживать паранормальную активность. ГОК даже придумал меру интенсивности этой энергии под названием Каспер. То есть ГОК измеряет паранормальные явления в Касперах, что по-моему вообще отлично. А ещё среди миров мультивселенной SCP есть мир апофеоза, где от того, что туматургические силы стали слишком доступными, практически каждый человек приобрёл возможность изменять реальность, из-за чего и случился конец света. Такая вот штука это туматургия. С одной стороны интересная вещь в контексте ГОК, а с другой стороны мне вообще не очень нравится обилие пятитысячных объектов, объяснение аномальности которых только в том, что это туматургия. Хотя, конечно, это вкусовщина, потому что какое-то время, например, всё объясняли теорией юмов, и вроде бы было неплохо. Возможно, потому что за юмами стоит более интересная и проработанная теория. И как обычно, оставляйте комментарии за темы из мира SCP, которые мы ещё не обсуждали. За какие будет больше комментариев, о том мы и поговорим в следующий раз. Вот так вот всё просто устроено. Всем пока!